Ну а тем временем, пока Кадыров одних генералов критикует, вторых за те же самые действия хвалит, пока я выступаю свидетелем в суде против кадыровского киллера, российского агента, в то же самое время у нас на внутреннем рынке, так сказать, на внутренней политической арене идет грызня. Так, ну что, давайте тогда перейдем к Кадырову. Помните, не так давно, в октябре месяце, российская армия отступила от Лимана, отдала Лиман, по сути. Тогда виновником, Кадыров назвал виновником этого поражения генерал-полковника Лапина. Я тогда, помните, освещал там Лапин, даже писал мне письмо, да, через меня отвечал Кадырову. В общем, Кадыров тогда очень так обрушился буквально на этого генерала, бедного генерала Лапина, обрушился на него критикой и сказал, что типа он там вообще где-то очень далеко находится от передовой, вообще ему дела нет, он бездарность, он никакой полководец. И вот сейчас, вчера, мы узнаем, что уже другой генерал-полковник, генерал армии даже, Суровикин, а это генерал, который руководит теперь вообще всей операцией, происходящей в Украине, он, значит, принял решение отступать из Херсона, отдать полностью правый берег Херсона. И, конечно же, мы ожидаем того, что Кадыров должен вообще в пух и прах разнести этого Суровикина. Если там Лиман, извините меня, Лиман это не настолько важная стратегическая точка, как Херсон, потому что тут всю Херсонскую область включили в состав России, тут херсонцам, херсончанам обещали, что всё, теперь Россия здесь навсегда, всем им там паспорта, референдумы, и тут на тебе отступление отдают правый берег Херсона. По-моему, да, это просто должен был разнести его в пух и прах. Но не тут-то было. К нашему с вами удивлению, Кадыров не то что, ну, здесь даже нельзя сказать, что он мягко высказался, он полностью поддержал, он поддержал это решение. Вот что пишет Кадыров про слова Пригожина. Пригожин тоже поддержал, кстати, Пригожин тоже критиковал Лапина за отдачу Лимана, но за сдачу правого берега Херсона Пригожин тоже не стал критиковать Суровикина. И Кадыров пишет, полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. А почему нельзя было то же самое сказать про Лапина? Сказал бы, Лапин спас тысячу солдат, находившихся в окружении в Лимане. Взвесив все за и против, генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных в жизни солдат. А почему Лапин не сделал то же самое, не взвесил все за и против и не сделал сложный выбор отдать Лиман? Почему вот такие двойные стандарты к подходам? Наверное, потому что один генерал свой, точнее, ну как свой, принадлежит к одной и той же башне Кремля, к одной и той же мафии, курируется одними и теми же людьми. Наверное, поэтому этот может сделать то же самое, и ты не будешь его за это критиковать. Это как, знаете, два человека стоят и, я не знаю, мочатся, и ты одного критикуешь, он говорит, как тебе не стыдно, ты стал прилюдно и, значит, тут занимаешься непристойными делами, неужели ты не мог там отойти? А второму говоришь, вау, какая, как же это прекрасно, он просто, ему нужно было очень срочно, значит, и он вот остановился. Понимаете, это то же самое. Что это за лицемерие такое, Кадыров? Я бы на твоем месте разнес бы в пух и прах Суровикина точно так же, чтобы быть последователем. Разнес одного, разнеси и второго. Скажи, что надо отправить Суровикина самого на линию фронта, пусть он там воюет, лишить его всех званий и так далее. Это было бы более логичнее. А так, получается, ты одного критикуешь, кого тебе дают, а второго, кого не дают, ты не критикуешь. Это как-то крайне нечестно. Тебе лучше продолжать дальше снимать свои прогнозы погоды, рассказывать, что в Европе будет холодно, где будет там жарко, брать Киев. Эти генералы, их военная тактика, их опыт и так далее, это не твой конек, ты лажаешь. Хотя ты, в принципе, везде лажаешь. Ну, а тем временем, пока Кадыров одних генералов критикует, вторых за те же самые действия хвалит, пока я выступаю свидетелем в суде против кадыровского киллера, российского агента, в то же самое время у нас на внутреннем рынке, на внутренней политической арене идет грызня, которая перешла вообще в какую-то крайне некрасивую, неприличную какую-то форму. Я хочу обратиться к некоторым людям, для начала на чеченском языке. Как вам не стыдно? Я понимаю, если бы вы говорили бы про мать Анзора Масхадова, про ее визит домой, тогда, когда она это сделала. Но вам ведь все это время, вот все эти года прошедшие, вам это не мешало, вы ни разу об этом не заикнулись. Вам все это устраивало, и Анзор Масхада вас устраивал, и вы с ним встречались, и приглашали его, и все у вас было нормально. Что произошло, как только Анзор выступил политически против вас, вы тут вспомнили про его мать, сидите с какими-то, вообще не из нашего общества людьми сидите, и это рассуждаете на эту тему. Ну, это стыд и позор просто. Вы лучше расскажите про другую женщину из вашего окружения, которая с вами на всех мероприятиях плясала, сидела, и которая уехала домой. И которая до этого кричала одно, а сейчас кричит «Ахмад, сила», «Кадыров, чемпион», «Ахмад наш отец». Вы лучше вот про это расскажите. Почему вы все в рот воды набрали, ни слова не говорите? Потому что вы знаете, вы заикнетесь про эту женщину, она вас в пух и прах разнесет. Она нам ни на минуту свою рот не закроет здесь. А ей будет что про вас говорить? Ведь вы немало там вместе натусовали, натанцевали. Поэтому вы и слова не говорите, а обсуждаете мать Анзора, которая ничего вам, конечно же, не скажет. Стыд и позор просто. Если есть какие-то политические претензии, предъявите эти политические претензии. Но не предъявляйте их сегодня, когда вы несколько, сколько там уже лет прошло, лет десять вы их не предъявляли. Вас все это устраивало. А что вы сейчас-то про это вспомнили? Почему сейчас это стало причиной для того, чтобы кого-то в чем-то обвинять? Крайне неприятно за всем этим наблюдать. Я, с одной стороны, рад, что какой-то внутренний политический такой дискусс у нас начался. Это хорошо. Что в этом, во внутриполитической такой борьбе у нас даже на второй план отходит. Иногда Кадыров даже как-то меркнет. Это хорошо, на самом деле. Хоть многим это и не нравится, но это говорит о том, что как Кадыров, как проблема становится менее актуальной. То есть это... И то, что мы сегодня на внутриполитической арене, мы друг другу о чем-то говорим, критикуем, и это делаем с помощью видеороликов, это лучше, чем проливать завтра кровь друг друга. Ведь если сегодня это все умолчать, и это, безусловно, приведет к пролитию крови. Поэтому это, с одной стороны, да, это радует, но переходить вот эти вот границы, сидеть с какими-то людьми вообще, которые к нам никакого отношения не имеют, и с ними рассуждать о матери Анзора, это просто too much. Настолько это недостойно, непристойно. Лучше конкретно предъявите, скажите, вот ты, такие-то, такие-то твои взгляды, неприемлемы, неправильные. Ты обвиняешь нас в том-то, том-то, это неправильно, это неправда, здесь ты лжешь. Я вот это понимаю. Но говорить, да посмотри на себя, там у тебя вон мать, у тебя там сестра, а вот у тебя в 67-м году там что-то, что это такое? Причем здесь, как это вообще может быть предметом обсуждения? Вернитесь, господа, на нормальный какой-то уровень, на какой-то конструктив. Ведь если мы начнем переходить на такие вещи, ну, ему тоже будет чем вам ответить. Кто-то другой может вас, вам тем же самым отвечать. Это будет не для тех людей, которые со стороны за нами наблюдают, это будет выглядеть очень непрофессионально. Любая политическая дискуссия должна проходить в рамках именно политики. Критикуются какие-то программы политические, критикуются действия, совершенные или совершаемые людьми. Критикуются их какие-то ошибки, поступки. Но никак не... Понимаете, если ты с этим человеком двигаешься в одном направлении, или ты считаешь, до сих пор для тебя не является проблемой то, что он там что-то сделал, это, кстати, относится не только к вам, это и ко второй стороне тоже относится. Там тоже, к сожалению, мы видим некоторое... Критика идет вещей, которые до сих пор устраивали. То есть, это они... Многие этим грешат. Но это неправильно. Если вас это устраивало вчера, то это должно вас устроить и сегодня. Если вчера, когда эти действия совершал Закая, там, или кто бы то ни был, и вы могли с ним работать, вы могли с ним встречаться, все у вас было нормально, то сегодня вы не имеете права предъявлять ему за это. Так как вчера вас это устраивало. Пусть это вас устраивает и сегодня тогда. Субтитры создавал DimaTorzok